Живу я в деревне, которая находится возле большого озера. Красивые у нас места. С одной стороны озеро заросло камышом. Да так густо, что пролезть там можно только с большим трудом. И почва там болотистая. Можно с легкостью увязнуть. Вот в тех камышах каждый год и обитают, и плодятся лебеди. Хорошее место для них. Никто не беспокоит. Вот они и прилетают каждый год сюда. Люди пытаются их подкармливать, но лебеди держатся на расстоянии. И приближаются к тому месту, где им бросали хлеб, только тогда, когда люди отойдут от этого места. Дают наблюдать за собой только на безопасном расстоянии. Живу я со своей женой. И у нас маленькая дочка. Ей пять лет. И вот однажды я с дочкой пошли к озеру. Отдохнуть и погреться на солнышке. Дочке очень интересно играть возле озера. Дочка играла с какими-то камешками возле берега. А я решил подкормить место для утренней рыбалки. И вдруг из-за кустов в метрах пяти прямо ко мне выплыл лебедь. Я остолбенел от неожиданности. Так близко лебедь к себе не подпускает. Я тихонько окликнул дочь, чтобы она посмотрела на лебедя так близко. Дочка ойкнула и замерла, уставившись на красивую птицу. Она тоже не ожидала такой встречи. Я думал, что он сейчас уплывет, но лебедь медленно приближался ко мне. И вот он в двух метрах от меня. Он подплыв к берегу и лег на бок, показав мне свои лапки. Я все увидел и понял. Лапки лебедя были спутаны леской, и он не мог сам освободиться. Вдруг дочка сказала, папа, он кушать хочет? Нет, ответил я дочке. Он помощи просит. Я медленно опустился на корточки и стал приближаться к лебедю, чтобы он не испугался. Когда я подкрался к нему вплотную, я протянул руки к его лапкам. Лебедь зашипел и щипнул своим клювом меня за плечо, тем самым предупреждая меня, что он будет защищаться, если я причиню ему зло. Я одной рукой начал гладить его по шее, а другой приподнял запутавшиеся лапки, чтобы посмотреть, сильно ли они запутаны. Лебедь успокоился и перестал шипеть. Дочка начала просить, чтобы погладить его, но я тихонько сказал ей, не подходить. Лапки распутаю, потом погладишь, сказал я ей. Дочка послушалась и молча наблюдала за нами. Я осмотрел путы и понял, что без ножа или чего-нибудь острого не обойдусь. Так сильно спутались лапки в леске. Слава Богу, рядом со мной я увидел осколок разбитой бутылки. Раньше я непристойными словами ругался на тех, кто бьет бутылки возле озера. Теперь я был очень рад, что он оказался под рукой. Я аккуратно поднял его и стал разрезать путы. Лебедь терпеливо ждал, как и дочка. И вот леска разрезана. Лебедь встал на лапки и стал издавать какие-то непонятные звуки. Наверное, в благодарность. Он не спешил уплывать, все бросая взгляд на дочь. Я все понял. В знак благодарности он хотел, чтобы дочь подошла к нему и погладила его. Я подозвал дочь. Она боязливо тянула руку к шее лебедя. И вот она уже гладит его. Через некоторое время лебедь грациозно оттолкнулся от берега и поплыл в сторону камышей. Мы с дочкой стояли и смотрели ему вслед, пока он не скрылся в камышах. Солнышко село за деревья. Наступил вечер. Стал дуть прохладный ветер. И мы с дочкой направились домой. Дочка была такая счастливая. И мне было радостно. Хорошее дело сделал. Помогу бедной птице. Теперь при каждом появлении меня и дочки на озере, лебедь подплывал к нам уже на близкое расстояние. И дочка кормила его хлебом. Другие лебеди так близко не подплывали. И вот однажды, в очередной раз, мы с дочкой пришли на озеро. Дочка, как обычно, скормила весь хлеб, который взяла с собой своему питомцу. И спокойно играла в песке, недалеко от берега. Лебедь присоединился к своему потомству в метра двадцати от берега. И плавал спокойно. Я решил собрать пиявок для очередной рыбалки. И ходил по берегу. Вдруг наш спасенный лебедь стал нервничать. И приближаться к берегу. Он начал разгоняться, раскрыл крылья и взлетел, не подымаясь высоко от воды. И устремился прямо в сторону играющей дочки. Я перевел взгляд на дочь и в ужасе увидел, что к дочери подползала черная гадюка. Расстояние быстро сокращалось. Ну вот теперь уже наш спаситель подлетел к гадюке, ухватив ее клювом и отшвырнул в сторону. Змея отлетела на метров десять, развернулась и поползла в освояси. Дочка ничего не поняла. Она не видела змею. А быстро подлетевший лебедь напугал ее. Я подбежал к дочке и обнял ее, приговаривая. Не бойся, наш лебедь теперь и тебя спас. Как? спросила дочка. Плохой жучок тебя хотел укусить. А он его съел, ответил я ей. Лебедь спокойно стоял рядом. Он еще раз дал погладить себя дочке и спокойно поковылял к берегу. Мы с дочкой снова стояли и смотрели ему вслед. Дочка снова была счастливая. А я был очень благодарен этой красивой птице. Вот такая вот история. Если понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.